Всем привет! Кто меня смотрит и кому это интересно. Вот такая у нас уже погода. Праздники закончились небольшие. И до следующих праздников осталось совсем чуть-чуть. Я сегодня на работу и с утра хочу полить орхидею. Сеплиться, иду сейчас как раз к ним. И все время забываю за одну орхидею, которая разрушает мифы кардинально. И в эти дни я за нее только обещала ее полить. Хочу вам показать, кто это такая, где она живет, в каких условиях и почему она разрушает мифы. И вот у меня уже приготовлена вода дождевая с удобрением. И хочу полить вот этого товарища, о котором хочу и рассказать. Который висит у меня все время над батареей в зимнее время. Он уже к этому привык. Абсолютно нормально. Это бульбофилум и хинолабиум. У меня есть о нем видео. Вот его цветочек этого года в последнее время. Тоже есть об этом видео. Можно посмотреть. Он уже привык. Он тут растет каждую зиму. Над батареей высыхает. Конечно, какая тут влажность. Вот я за него уже забыла, сколько поливаю. Выходные проходят. Смотрите, какой сухой. Зайду-зайду. Думаю, так, надо тебе полить. Надо тебе полить. Надо полить. И все равно забываю. В это время у него он всегда тут растет. Вот один рост. Вот второй рост. Где-то я видела маленький. Ага, вот я заковыряла. Вон еще один растет. Вот так мы и тут растем. Но тут у него всегда стоит дежурное ведро. Когда мне совсем некогда, то я наливаю рядом душевую кабину. В душевую кабину его ставлю. Обрызкиваю, подсыхает. И потом сюда. Не подсыхает, а сюда же вешаю. Ведро все капает. Но я не поливала его вот эти все праздничные дни. Потому что удобрение ему надо было дать. Я его удобряю забываю все время. В общем, он в зимнее время меня всегда забыт. И вот так вот в сухости мы разрушаем мифы, что ульбофилумы не растут. Обязательно нужен влажный воздух и влажность вокруг. Да, она нужна. Нужна на момент, когда растение к вам только приехало. И нужно с ним повозиться, чтобы оно укоренилось, привыкло к вашему климату. А потом они растут в любых условиях. Самое главное, нужны корни. Вот сейчас корни в таких условиях. И компенсируют вот эту влажность. Отсутствие влажности, вернее сказать, в это время. Ой, тут еще он какой-то очень растет. Упал с кого-то. Видно? Этот, как его. Это какой-то сухолиндик. Может, с каких-то, да, мне поможешь еще с какого-то. Сейчас я его сниму. Пролью. Так, вот уже он приготовился к оливу. Вот так я его хорошо проливаю. И так он еще немножко там постоит. Одни у него там то ли керамзит, я уже не помню. Ну, что-то такое, камни какие-то уважающие. Тоже наберутся там воды немножко, как постоит. Потому что дно горшка касается. А воды тогда я его так поливаю. Сколько-то на какую-то часть. Вот. Довольный, я представляю. А то я зайду так. Я сегодня... Ой, я тебя забыла полить. Я тебя полью. Ой, извини, я тебя полью. И все забываю, забываю. Сегодня уже так. Сейчас мне надо на работу бежать. Загружу это видео. А вечером потом буду отвечать. Ну, вот мы уже и полились. Счастливый, довольный. Наелся. Висит на своем месте. Подоконники, видите, какие узкие. Тут раньше он стоял в компании с фаленопсисами. Но фаленопсиса я в этом году не занесла. Висят они в прохладных температурах. Вместе с дендрами, цимбами. На веранде. И там, по-моему, себя лучше чувствуют, чем раньше. Тут жарились возле батареи. Ну, а этого просто повесить никуда. Там ему холодно, он растет. Розба и тому. Ему более тепло надо. Ну, а водой, которая остается, я сейчас покажу, кого я щупалью здесь. Есть тут у меня вот такая огроменная красавица еще. Целый куст огромный. И вот еще стоят воды, просят, а шлистья сыпятся. Жители моей барцевой, ванной комнаты. Ну, а на этом все. Вот и все коротенькое видео. О моей очередной орхидее, которая разрушает мифы. Всем хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова